Вы на канале MyPeasPlanet и примерно месяц назад я купил две неоплодотворённых матки видания панели Велоса. Я провожу эксперимент, целью которого является получение оплодотворённой матки, то есть что-то типа внутри гистового оплодотворения. В маток я посадил два одинаковых формикалия и пронумеровал их. Первый и второй, то есть матка под номером 1 и под номером 2. Давайте же посмотрим, что случилось с маткой под номером 1 спустя целый месяц. Как видите, у неё уже появились личинки. Две достаточно крупные, две поменьше и очень много яиц. Питаются они тараканами и знахарями. Ричинки питаются самостоятельно, то есть матке достаточно просто положить рядом с ними еду. Они сами могут даже подползти и начать её есть. Поведение этой матки под номером 1 очень сильно отличается от поведения другой. Она ухаживает за расподом, как мне кажется, гораздо лучше. Достаточно активно и это было ещё заметно, когда появились первые яйца. Поведение у неё очень сильно отличается. Это прямо заметно. У меня есть одна догадка, почему так происходит, но скорее всего она не оправдается. посмотрите, как матка вцепилась в знахаря. Это и любимая её пища. Тараканов она, конечно, не боится, естественно, убит. Затаскивает их к личинкам, но потом вытаскивает ещё не доеденного таракана. А вот знахарями, которых она никогда не бросает, прокормить кучу огромных личинок достаточно тяжело. Итак, посмотрим, что случилось с маткой под номером 2. У неё дела не так хорошо, тем не менее, тоже есть одна личинка. Конечно, она не такая крупная, как у другой. Ну а также немного яиц. Питаются они убитыми знахарями, так как и убитых тараканов, да и знахарей тоже эта матка боится. Это тоже заметно по её поведению. Да и как-то за расходом она хуже ухаживает. Не знаю, почему так. Поведение у них прямо очень сильно отличается. А вот условия наоборот. У обоих маток одинаковые. Кормление происходит в один и тот же день. Даже фармикарии стоят на одной и той же полке. На этом всё. Всем пока. Вы были на канале Mapes Planet. Моя, я иди. Продолжение следует...